16 том книги «Открытым оком», вопрос номер 3083, тема «Община». «Что слышно про отца Геннадия Фаста? Почему бы ему не быть вместе с вами или даже вашим священником?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слышал, что он уже не благочинный Несейского округа, очень сильно болел, выздоровел. «Большие переживания от ближних, семейных, но без скорбей нет движения вперед. Закисаем». Книга Второзакония, 4 глава, 30 стих. «Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя в последствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза Его». Мы любим Его и молимся за Него. Недавно послали Ему послание. Кавычки открываются. «Мир вам и дому вашему, во Христе возлюбленный брат наш, отец Геннадий!» Пишут вам братья и сестры Крестово-Звижницкой общины города Барнаула, РПЦЗ, митрополита Лавра, про Таирея Ким Лапкин, староста Игнатий Лапкин и вся наша община. «Мы проводим занятия по изучению Нового Завета по блаженному феофилакту болгарскому, трехтомник нашего издания в Красном Переплюте. С октября 2005 года перешли на Откровение. Проводятся занятия каждое воскресенье после богослужения по вашему прекрасно составленному толкованию по Святым Отцам Православной Церкви на Откровение Иоанна Богослова. Благодарение Господу Иисусу Христу, что Он даровал вам возможность раскрыть в полноте талант и донести до смысла Книгу Откровения. Продолжительность занятий у нас полтора часа, и мы проходим за одно занятие по три-четыре страницы. Занятия проходят в трапезной нашей Церкви. Изучение толкования позволяет рассмотреть нашу жизнь во свете Слова Божия, толкования святых отцов, которые вы собрали по крупицам со всего мира. Также помогает нам в проповеди Слова Божия в беседах с сектантами различных названий. Да благословит вас Господь в вашем нелегком пастырском труде. Приглашаем вас посетить нашу общину в любое удобное для вас время. Мы всегда рады иметь с вами живое общение. 1 января 2006 года. Кавычки закрыты. Он для нашей общины подошел бы, думаю так, но согласен ли он будет во всем с нами, с нашими порядками, уставом? Прошел даже слух, что он может появиться в наших краях. Если он уедет совсем из Енисейска, то мы обязательно пригласим его к себе. Книга Деяния Апостольских, 18 глава, 3 стих. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было дело не о палатах. Может статься так, что мы к нему обратимся. 3 книга Ездра, 12 глава, 42 стих. Ты один из всего народа остался нам, как гроздь от винограда, как светильник в темном месте и как пристань и корабль, спасенный от бури. А если бы, допустим, на минутку, был не наказан первый мир потопом, прах развратился, зная мне на шутку, весь мир в объятиях дьяволу потопал, то что бы стало с ноем, с кораблем, мир утонул в разврате бы, как ныне, и шар земной пришлось отдать на слом, и значит, ты и я не бывший, мимо. А если бы садом не прогорел, и море мертвое его не поглотило, уже тогда сегодняшний гарем заполонило бы меньшинством, все мимо. Благословенны струи из дождя, и огненный поток благословен, земля встречает судью вождя, ему спасителем быть всюду во главе. А если бы жена у Авраама осталась в фараоновом гареме, пришли бы уже тогда к сегодняшнему сраму и к слепоте, к раздвоенному зрению. Допустим, с голоду не выжил бы Яков, колодцы Исаака сразу пересохли, тогда бы скатились до вселенской драки, с духовной трапезой дела бы были плохи. Не приведи Господь Саулу одолеть, перехватить Давида на постели, но, увы, прыгнул в окно гигант атлет, иначе бы псалмов не знали и не пели. И если бы пророки испугались, попрятали написанное в сейфы, кто обличил бы гадов, читали только гадость, и без слова истины забились под застрихи. Как страшные строки, если бы не так. И хорошо, что все не по-людскому, но Божий план не звел с небес Христа, по-божьему печется блин, никомым. 6 апреля 2006 года. Игнатий Лапкин. Это 1501 стихотворение с подписью «Игла» Игнатий Лапкин. Да будет! Икклесят 12.11. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. Послание Иакова, 1 глава, 5 стих. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему.